Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и смотрите сегодня в нашем выпуске. Число желающих заключить контракт для участия в специальной военной операции растет. Сегодня в военкомате республики очередная группа подписала контракт с Министерством обороны. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Стихийная свалка появилась на территории, которой ранее занимали незаконно установленные гаражи. Работающие пенсионеры сегодня получили прибавку к пенсии. Корректировка выплат коснула всех получателей пенсии по старости и инвалидности. Каждая композиция художника – симбиоз множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ. В картиной галереи Черкеска открылась выставка художника Эдуарда Хавцева. Сегодня на заседании правительства Карачаева-Черкесии установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2025 год. В соответствии с проектом постановления величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года по республике составит на душу населения 16 669 рублей, для трудоспособного населения 18 169, для пенсионеров 14 335 рублей и для детей 16 169 рублей. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, многодетные семьи региона смогут получить компенсацию половины стоимости за обучение детей в средних учебных заведениях. Так, многодетным семьям предоставлено право на компенсацию 50% стоимости обучения детей, если ребенок учится по очной форме на платной основе по программам среднего профессионального образования в образовательных организациях. Важно отметить, что предоставление социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения. В Карачаевой-Черкесии продолжается работа по социальной догазификации в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина. Программа пользуется большим спросом у граждан Карачаевой-Черкесии. С начала этого года уже 617 жителей республики заключили договоры на подключение в рамках социальной догазификации. Кроме того, за счет регионального бюджета оказывают финансовую поддержку для всех заявителей, без исключения на проведение работ внутри границ домовладений. А по льготным категориям граждан предоставляется субсидия на приобретение внутридомового газового оборудования. В первую очередь это многодетные семьи, участники специальной военной операции. Семьи с низким доходом, отметил руководитель региона. Шесть добровольцев из Карачаевой-Черкесии подписали сегодня контракт с Министерством обороны России. В Республиканском военном комиссариате военнослужащие подробно ознакомились со всеми условиями контрактной службы. О том, как проходит данная процедура и какие меры поддержки ждут добровольцев, узнавал наш корреспондент Альхан Лепшоков. Мои друзья находятся в зоне специальной операции. Я также хочу оказать им поддержку, отмечает Данил Почевалов. Специальные инструкторы пункта сбора рассказали, как правильно заполнить анкету и отвечали на вопросы военнослужащих. Доброволец Данил Почевалов решил свяжать свою жизнь, служа Отечеству. Находясь на передовой, я буду уверен, что мои родные в безопасности, отмечает он. Чтобы твои родные, наверное, под глубоким небом ходили. Чтобы они, ну, были бы в безопасности. Зная то, что ты там, ты их ограждаешь от всех опасностей в этом мире. Хочется, чтобы как-то быстрее это все закончилось. Ну, как бы, и поддержку своим товарищам, и, ну, в общем, вообще всему народу, чтобы дать поддержку какую-то. Для прохождения службы также необходимо пройти медицинскую комиссию на профпригодность. Помимо этого, каждый может выбрать для себя место службы. Также при заключении контракта доброволец может получить от государства социальные выплаты. Помимо этого, оказывается особое внимание и поддержка их семьям. Все это делается для того, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в защиту нашей страны, отмечают инструкторы пункта отбора. Недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поднял федеральную выплату со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Но это не связано с какими-то заменениями специальной военной операции, это для того, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи для поддержки бойцов ИСВО. Также региональная выплата составляет 1 миллион 305 тысяч, что все вместе составляет 1 миллион 700. Дальше очень много социальных гарантий. Совсем скоро эти ребята пополнят ряды настоящих защитников Родины. Альхан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. На официальный аккаунт главы Карачаева и Черкесии в социальных сетях периодически поступают обращения от населения с просьбами обратить внимание муниципальных служб и территориальных властей на те или иные проблемы. Одно из последних обращений касалось стихийной свалки возле дошкольного учреждения Черкеска. О том, что было сделано по данному вопросу в репортаже Артур Амкце. Большинство населения нашей республики уже привыкло к тому, что можно чужими руками что-то починить, устранить, заменить. Причем подобное зачастую происходит не после письменного обращения, а вслед за жалобами в социальных сетях. Вот и теперь жители Черкеска сообщили о стихийной свалке возле детского сада по проспекту Ленина на официальный аккаунт главы Карачао-Черкесии. Социальные сети обратили жители города Черкеска о том, что образовалась несанкционированная свалка на данной территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства привлекло специализированную организацию по уборке территории и данная свалка была устранена. Мусора очень много, буквально рядом в пяти метрах находятся мусорные контейнеры, но некоторые недобросовестные жители не доходят, не доносят до мусорных контейнеров и выкидывают там, где им удобно. Стихийная свалка появилась на территории, которую раньше занимали незаконно установленные гаражи. Коробки убрали по распоряжению мэрии Черкеска, но освободившееся место люди приспособили под складирование мусора. И это при том, что совсем рядом есть площадка с контейнерами. Но, видимо, такова природа некоторых людей. Жить в чистоте им некомфортно. Мусор сейчас появился, потому что кто-то опять бросает. Вот эта детская площадка, было чистенько, хорошо. Потом кто-то расположил пакет с мусором и люди начали постоянно класть. Ну, так же нельзя, правильно? Теперь вот там были у нас гаражи, гаражи убрали, и после этого не убиралось ничего. И люди начали. И банки, и склянки, и мешки, и мешки, все, что это. Ну, потом пожаловались. Как бы тут же рядышком, в десяти метрах детский сад. Видимо, мамочки где-то сфотографировали, выложили куда-то, куда следует. И тут же, после обеда, я иду, ничего нет уже, все вывезли. Залежи мусора, с прилегающей к детскому саду территории, убрали. Однако, через считанные дни, свалка появилась на новом месте. Мусор и сухостой люди начали складировать на бывшей спортивной площадке. Так что, скорее всего, стоит ожидать новых обращений от населения. Артур Мхцемиха Каракелян, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днем 26-31 градусов тепла, местами до плюс 22. В Черкесии без существенных осадков ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 29-31 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. С сегодняшнего дня у работающих пенсионеров увеличилась пенсия. Корректировка выплат коснула всех получателей пенсии по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Выплаты также увеличили получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат. До 1 августа отделение Социального фонда России по республике завершило доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в течение прошлого года. Из республики автоматически пересчитаны пенсии более 25 тысяч работающих пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсии, отделение проводит автоматически, поэтому не нужно никуда обращаться к пенсионерам, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги с перерасчетом будут перечислены пенсионерам Карачао-Черкесской республики в августе по стандартному графику. Для этого специалисты отделения Социального фонда Республики в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат. В отличие от традиционных индексаций, при которых пенсии повышаются на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионеров. Чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Помимо повышения страховой пенсии с 1 августа также увеличится размер выплат пенсионных накоплений, накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования в средства управляющими компаниями в предыдущем году. Быть художником значит верить в жизнь. В картиной галереи Черкеска открылась выставка художника Эдуарда Хавцева. Его творчество – это яркий пример того, как человек может молча выразить свое внутреннее состояние на холсте. Что вдохновляет молодого художника на создание картин в стиле авангарда, расскажет Майя Хамдохова. Закрывать глаза, чтобы видеть, творить и создавать – высшая степень искусства. Как и у любого художника, композитора или поэта, композиции рождаются из эмоций к определенным событиям в жизни, из любви к природе, разочарованием и даже потери. Эдуард Хавцев – молодой художник, который видит мир через призму собственного восприятия. Для него важно, чтобы зритель увидел в картине отражение себя самого, частицу собственной души. Взяв в руки кисть и акварелия, могу передать то, что нельзя сказать словами. Делится автор картин, представленных в картиной галереи Черкеска. Только так могу выразить все, что иногда не могу сказать, не всегда могу объяснить. Вот выражаю так. Для многих, наверное, это все-таки непонятно. Все какой-то ищут двойной смысл или еще что-то. Ну, я не знаю. Это мое отражение событий. На выставке картин в стиле «Авангард» присутствовали почетные гости, среди которых был министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Он высоко оценил творчество художника и предложил различные идеи для дальнейшей реализации картин. Ведь для ценителей искусства и самого автора очень важно сохранить тот самый художественный стиль, который отразился в памяти как отрывок из собственной жизни. Глядя на работы, я думаю, что абсолютно легко будет сделать вот эти работы популярными, потому что в них во всех виден стиль, в них во всех видна применимость. Это вполне могут быть и дизайнерские работы, скажем так, дизайнерные вещения, это могут быть и тематические работы. Каждая композиция художника состоит из симбиоза множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ с глубоким философским смыслом. Такой необычный стиль привлекает внимание и толкает на самый популярный вопрос. Что же вдохновляет создателя таких сюрреалистических шедевров? По словам самого автора, секрет вдохновения очень прост. Это любить и принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь каждое событие в жизни можно сохранить не только в памяти, но и на бумаге. Как вообще создавался такой шедевр, такая картина? Ну, не знаю, мне как художнику очень сложно что-то объяснять. Я рисую без эскизов и без заранее какой-то подготовленной темы. Поэтому они у меня все... Получается, сели и нарисовали, да? Да, сели и нарисовал. У меня нет ни замысла, я ничего не планирую. Оно как-то льется потоком. Примечательно, что у Эдуарда нет художественного образования. Он по большей части художник-самоучка. Но многие его работы хранятся в частных коллекциях, а некоторые уже отправились в другие страны. Творчеством художника все чаще интересуется молодое поколение. Сам автор очень трепетно относится к тем, кто только учится рисовать. Но сам бы не хотел обучать других. Художник считает, что занимаясь академизмом, теряется харизма. Майя Хамдохова, Михаак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. 24 года в эфире. 1 августа в эфире ГТРК «Карачаева, Черкесия» вышла информационная программа с новым названием «Вести Карачаева, Черкесия». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. Вести стали визитной карточкой телеканала «Россия». Над каждым выпуском работает целая команда профессионалов – операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаева, Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале пять национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. А с 2023 года информационный выпуск выходит и на телеканале «Россия-24». Телевидение остается главным источником новостей и большинство граждан смотрят новости на телевизионных каналах. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Вместе навсегда». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...